Здравствуйте! Меня зовут Наоми Сегерс, и сегодня я хочу бросить на Самару свой нерусский взгляд. Россия идет на первом месте из всех стран, где люди любят собираться. Не вдвоем или небольшой компанией, но именно по многу. Чем больше людей, тем лучше, так часто говорят. И в России есть для этого два хороших места, где такая встреча возможна. Либо это на природе и жарить шашлыки, либо собираться на русской бане. Делать барбекю на природе – это для нас тоже нормально. Хотя мы не можем развести огонь на любом месте, как в России, но все равно делаем что-то похожее. Просто это меньше опасно. Часто мы собираемся у кого-то дома и жарим мясо на гриле. Второй вариант – в бане, или лучше сказать в сауне, мы так никогда не делаем. Мне кажется, стоит посмотреть, чем отличается русская баня от нашей сауны. Самые элементарные отличия – это, конечно, техника, о которой я не особенно буду говорить. Мне более интересно, какие другие различия есть. Я, например, живу уже почти 4 года в России, но была только один раз в русской бане. Не потому что меня не пригласили туда. Конечно, было много приглашений, так как вы это обожаете делать. Но я думаю, что в этот единственный раз мне просто уже хватало. На самом деле, когда я была в бане, в России, в деревне, значит, по-настоящему, мне вначале очень понравилось. Все было хорошо. Но когда вдруг какая-то женщина пришла и начинала бить меня, и да, я называю это движение «бить» веником, я, по-моему, получила какую-то психическую травму и уже никогда не хотела пойти в баню. Даже когда мне все, ну как-то потом мне все рассказывали, что это все нормально, что это все полезно. Нет, я хожу в сауну обычно, не чтобы тусить или лечиться. Я иду, чтобы отдыхать, расслабляться. И это невозможно, когда кто-то мне бьет каким-то растением. Дальше я еще заметила одну большую разницу между баней и сауной. И это оказалось для моих русских друзей пошлим. Это что у нас в общественной сауне? Женщины и мужчины все вместе. Да, мы все вместе и без одежды. И это нам не мешает. И никакие проблемы не бывают. Конечно, не все люди любят этот вариант или считают это неприятным. Для этих людей это на самом деле смешно, но есть определенные комнаты. И в этих комнатах, только для женщин или только для мужчин, нельзя ходить голым. Я не знаю, почему так получилось, но так и есть. И нельзя думать о нас, как будто мы все такие извращенцы. Для нас так ходить в сауну настолько же нормально, как для вас бить друг друга в бане великом. Это была я, Наоми Сегерс, и мой неруский взгляд. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова